Всем привет! Я сейчас нахожусь на крыше. Так вот она выглядит сверху. Кому интересно. И хочу показать вентиляционную шахту из кирпича. Здесь три вентиляционных отверстия. Это санузел, это вытяжка и это вентиляция кухни. Вот так вот выглядит шахта. И хочу отдельно обратить внимание на то, как можно выполнить покрытие этой шахты. Есть два, скажем так, основных решения. Первое, когда отверстия выводятся либо сбоку, либо сверху. И потом шахта накрывается флюгаркой, колпаком, какой-то жестянкой. Но это такой, лично по мне, не очень хороший способ. И второй, более такой, скажем, архитектурный. Выполняется шахта. Тут она, видите, выполнена с так называемой распушкой. Ну, сформирован небольшой карниз для того, чтобы оно так смотрелось массивнее в верхней части. И она сверху будет накрываться мини-крышей. То есть тут будет у нее такая вальмовая мини-крыша, либо нано-крыша, называйте, как хотите. И эта мини-крыша, она также будет покрыта вот этой битумной черепицей. Там несколько пачек осталось, поэтому материал есть. И это я все к тому, что шахта, она будет смотреться в одном стиле с домом. Дом кирпичный, крыша битумная, шахта кирпичная, крыша также будет битумной. Ну, здесь вот не очень хорошо, вы видите, каменчики тут наляпали все это дело. Как попало, можно было это аккуратненько положить сюда две рейки и протянуть ровным слоем. И карниз, он получился тут, ну, вернее, вот эта вот распушка верхняя, она получилась чуть меньше, чем надо было. Вставлю в описании ссылку на скачивание по рядовке для вот такой вот шахты. Если кому-то надо примерно посмотреть, как это делается, то вот, welcome, скачивайте, смотрите. И не стоит забывать, что битумная черепица крайне нежный материал, особенно летом, на солнце, на жаре она плавает, и по ней вообще, в принципе, лучше не ходить. И здесь также, вы видите, выполнен такой вот кофердам из тента для того, чтобы не повредить кровлю. Естественно, все это делал заказчик, каменчики бы просто положили болт, ну, вот шахту выполнили примерно вот таким вот образом. Но здесь вот не совсем правильно именно по порядку работ, все-таки шахту надо было возводить после крыши, после плотницких работ для кровли, для того, чтобы сразу к ней подвести все необходимые привыкания. Но, как обычно, каменщиков хрен найдешь, поэтому вот сделали, когда появилась такая возможность, и теперь уже по факту будут выполняться узлы примыкания. Ну, в целом, тут чего-то страшного нет, тем более шахта коньковая, она наименее склонна к протеканию, в отличие от каких-нибудь шаг, которые стоят либо в середине ската, либо в конце. Как можно проверить тягу в вентиляционной шахте? Можно, конечно, взять ариометр и прибором замерить скорость воздушного потока, но есть и дедовский метод. Мы берем обычный листик А4 и прикладываем его к отверстию, и он должен притягиваться тяга. Вот вы видите, он присасывается к отверстию, тяга есть, поэтому шахта работает. Конечно, диванные эксперты сейчас возразят, скажут, что это все враки, шахта не рабочая, все говно, а наверху сидит товарищ с пылесосом, который создает разряжение. Это вентиляция на кухне, здесь большое отверстие, рядом отверстие под вытяжку, и вы видите, что лист так же нормально присасывает. Сейчас я его чуть пошевелил, он упадет, вот он за счет разряжения держался. На улице идет дождь, причем дождь со снегом, совершенно не характерная погода в апреле, температура около нуля. Но поговорить я хочу о конструктивных особенностях шахты, потому что не все знают, я про каменщиков, а там есть определенные нюансы. Во-первых, шахту необходимо выполнять из керамического полнотелого кирпича, все вертикальные швы необходимо заполнять, и внутреннюю поверхность ее необходимо подвергать швобровке, заглаживать. То есть, либо специальной приблудой, либо рукой. Наружные поверхности должны быть оштукатурены, и раствор желательно использовать изюзково-песчаный. Но эти рекомендации, они даются в соответствующих сериях, тех картах, тут я ничего не выдумывал. Эти товарищи, ну каменщики, 45 лет, 20 лет стажу, ни о какой швобровке, ни о каких вертикальных швах сделали, как обычную кладку, и на этом все. Но, тем не менее, тяга в каналах есть, поэтому, ну как бы сделали и сделали. Еще в комментариях к предыдущему видео по этому дому был вопрос по поводу того, что шахта в наружной стене, там опять набежала куча хомячков. Это вот как раз к вопросу строительных стереотипов. В пору снимать вторую часть. Так вот, нормативно ничем не запрещена шахта в наружной стене. К тому же, вот в одноэтажном доме шахта, неважно наружная или внутренняя, она только полметра находится в теплом контуре дома, потому что вент отверстия под потолком, там 30 сантиметров до потолка, плюс потолок, 20 сантиметров это максимум полметра дальше, неважно шахта наружная либо внутренняя, она идет в холодном чердаке, условия эксплуатации там одинаковые, вне зависимости от исполнения. Если бы это была пятиэтажка, то там была бы какая-то разница снаружи она или внутри. Тем более, здесь шахта, она утепленная ППСом, тройкой и дополнительно еще закрыта облицовочной кладкой, поэтому проблем вообще здесь никаких нет. Поэтому, если сильно хочется, можно сделать шахту снаружи, это всего лишь вопрос проектирования. В серии там регламентируется вот наружная толщина кладки, которая как бы теплоизолирует внутренние каналы от образования там конденсат. От такого решения, естественно, по возможности лучше уходить, но если уж совсем не как, там по каким-то архитектурным планировочным причинам, ну вполне себе можно сделать и чего-то здесь страшного нет. Продолжение следует...